Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим влияние угла заточки ножа на усилие резания для пластинчатых ножей. Изучению влияния угла заточки режущего инструмента на качество среза и параметры резания посвящены работе многих исследователей. Так были изучены виды разрушений в зависимости от угла наклона режущей грани и с учетом свойств обрабатываемого материала. Были рассмотрены вопросы влияния угла заточки и угла трения пары, рабочая поверхность ножа, разрезаемый материал на величину сопротивления резанию. При меньшем угле клина давление на грани клина меньше. Это приводит к увеличению прилипания материала к граням ножа. С увеличением угла клина силы давления увеличиваются, при этом также увеличиваются силы прилипания адгезии. Но в еще большей степени увеличивается сила трения материала о прилипшие к поверхности частицы граней. В результате прилипшие частицы срываются с поверхности клина. При остром угле происходит сдвиг между слоями материала, что приводит к возрастанию общего сопротивления внедрению режущего инструмента. Было изучено влияние угла заточки ножа при резании конфетных материалов. Резание проводили ножом толщиной 1,2 мм с углами заточки 5, 15, 35, 46, 60, 90 и 180 градусов. Скорость резания изменяли в пределах от 0,01 до 0,2 мм в секунду. Анализ полученных данных показал, что при изменении угла заточки от 5 до 180 градусов усилие резания изменяется на 12-20%. График зависимости удельного усилия резания от угла заточки ножа условно можно разделить на три участка. От 5 до 12 градусов, от 12 до 20 градусов и от 20 до 180 градусов. При угле заточки ножа до 120 градусов усилие резания растет. Это объясняется тем, что деформации подвергается большая зона разрезаемого материала. Скорости деформации незначительны и практически деформация находится в упругой области. С увеличением угла заточки ножа от 12 до 20 градусов зона упругой деформации уменьшилась. Происходит скольжение массы. По граням ножа усилие резания снижается. При дальнейшем увеличении угла заточки ножа выше 20 градусов наблюдали увеличение усилия резания. При этих углах заточки ножа разрезаемый материал прилипает к граням ножа, образуя постоянную застойную зону, за границей которой происходят упругие и пластические деформации разрезаемого материала. Полученная зависимость усилия резания от угла заточки ножа соответствует теоретическим представлениям. Сравнение полученных результатов исследований влияния угла заточки ножа показывает сходимость полученных результатов с данными по резанию материалов органического происхождения. Был рекомендован к применению нож с углом заточки от 12 до 20 градусов. Это обеспечивает минимальное усилие резания наименьшее прилипание массы к ножу, что не препятствует выходу ножа из материала. Исследование процесса резания конфетных масс показало, что основными факторами, влияющими на усилие резания, являются скорость резания ВР, угол заточки ножа гамма, толщина ножа дельта, состояние массы, характеризуемое температурой t. Способ резания, учитываемый коэффициентом φ. Было показано влияние каждого из перечисленных факторов на удельное усилие резания и удельную работу резания. Большой практический интерес представляет получение функциональной зависимости удельного усилия резания или удельной работы резания от всех названных факторов при их совместном действии, что будет являться приближением к реальному процессу резания. Установление зависимости удельного усилия резания и удельной работы резания от нескольких факторов проведено на основании теории многофакторного регрессионного анализа. В первом приближении предлагается линейная модель, описывающая зависимость удельного усилия резания от различных факторов аргументов. В результате обработки 245 экспериментальных данных рассчитаны значения постоянных коэффициентов уравнения. Уравнение, которое вы видите на экране, в результате подстановки этих коэффициентов принимает вид. Подставляя в последнее уравнение значения ВР, гамма, дельта, Т, Фи1, получим величину усилия резания. Из этого же уравнения видно, что повышение температуры массы и изменение способа крепления разрезаемого жгута значительно снижает усилие. Для оценки тесноты связи выбранных факторов аргументов с результирующей функцией рассчитан коэффициент множественной корреляции. Значение его, равное 0,93, характеризует тесноту связи как высокую. Теснота связи между выбранными факторами аргументов и результирующей функцией. Коэффициент детерминации r в квадрате равная 0,86. Показывает, что 86% изменения результирующей функции зависят от выбранных факторов аргументов. Для оценки силы индивидуального влияния каждого из факторов аргументов на результирующую функцию рассчитаны частные коэффициенты корреляции. Значимость коэффициентов корреляции проверялась по критерию студента. Задаваясь вероятностью процесса μ 0,95, при этом t равное 2, имеем значение коэффициента корреляции 0,17. Таким образом, значения коэффициента корреляции равные или больше 0,17 будут значимы. Анализ частых коэффициентов корреляции показывает, что наибольшее влияние на удельное усилие резания оказывает скорость резания r равно 0,83. Кроме того, необходимо отметить, что остальные коэффициенты достаточно высоки. Для установления зависимости удельной работы сил резания предложено линейное уравнение множественной регрессии. В результате расчетов значения коэффициентов оказались равными. Выражение, представленное сверху при подстановке коэффициентов, примет вид представленный ниже. Коэффициент множественной корреляции оказался равным 0,94, что показывает высокую тесноту связи выбранных факторов аргументов и результирующей функции. Коэффициент детерминации r в квадрате равен 0,88. Означает, что 88% изменения зависит от выбранных факторов аргументов. Для установления силы индивидуального влияния скорости резания, толщины ножа, угла заточки, температуры, массы и способа резания на величину аудельное рассчитали частые коэффициенты корреляции. Анализ частых коэффициентов корреляции показал, что наибольшее влияние на аудельное оказывает угол заточки ножа, а минимальное влияние температура массы. В этом видео мы рассмотрели влияние угла заточки ножа на усилие резания. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, поставьте лайк и колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. На этом я прощаюсь с вами, желаю вам успехов и до новых встреч!